Давайте пригласим Дэна Банжино. Он ведёт программу «Без фильтра» с Дэном Банжино, и также он автор новой книги «Одарённые поражения». Дэн, доброе утро, Дэн. Этим утром наши гости говорили о том, что слабость провоцирует такие атаки. Конгрессмен Майк Уолтс вчера выложил в Твиттере график. Не знаю, видел ли ты его. Он показывает уровень ракетных атак иранцев и связанных с ними войсками за последние несколько лет. Ты можешь увидеть всплеск, не так уж и трудно заметить корреляцию. Дэн, всплеск произошёл, когда Джо Байден занял офис. Что ты думаешь по поводу этих утренних новостей и ситуации, вызвавшей этот всплеск? Ну, сказать мне есть что, но сначала давайте помолимся Господу, чтобы Он дал людям в Миссисипи сил справиться с последствиями этого ужасного торнадо. У меня есть родственники в этой местности Миссисипи и Алабамы, так что это действительно ужасные утренние новости. Итак, по этой конкретной теме я считаю, что Пит и Рэйчел неплохо и раскрыли. И нам нужно выслушать обе стороны. Но вот что меня сбивает с толку, Уилл. Я живу в мире логики, этим ведь и отличаются консерваторы, не так ли? Эта политика работает или нет? Пробовали ли мы уже это и каковы были результаты? И в мире логики я ищу результаты в виде таблицы. Вот вводные, вот выводы. И вы хотите мне сказать, что все эти военные стратегии, все эти политики, вы хотите мне сказать, что у вас менее тысячи военных в регионе для предотвращения, цитата, «вторжения ИГИЛа», в то время как вы покинули Афганистан и оставили вооружение на миллиарды долларов. А были вы там как раз для предотвращения возрождения Аль-Каиды. Кто-нибудь может это понять и объяснить мне, есть ли во всем этом смысл? Итак, вы покинули целую страну после десятилетий войны, которая, видимо, обошлась в триллион долларов, потраченных за все это время. Бесчисленные смерти. Вы потеряли страну. Вы послали туда одну из крупнейших в мире армий и миллиарды вооружений. И теперь вы говорите мне, что мы в Сирии. И люди как со стороны демократов, так и республиканцев хотят эскалации? Это как «ты ударил меня между ног, теперь я ударю в ответ». Правда? Вы хотите эскалации на Ближнем Востоке, пока эскалируете на Украине, одновременно готовясь к вторжению на Тайвань. И вам это кажется разумным? Против ядерного оружия. Вы такие сидите за столом? Ну да, мы все это можем. И не говоря «О, вот объясните мне это, используя логику». У вас есть администрация Байдена, которая пошла и унизила саудитов. И давайте начистоту. У саудитов там есть свои интересы, ясно? Но мы живем в мире реалполитик, а не в эзоповских баснях. Нам приходится иметь дело с множеством нехороших людей по всему миру. И у вас есть этот кусок порожняка в Белом доме, который с одной стороны говорит «Эй, саудиты, вы отстой, давайте я вам покажу средний палец в знак унижения». А саудиты — единственный, кроме Израиля, противовес ненавидящему Америку, Ирану. И вы их унижаете? Так что Иран и Сирия — это очень опасная для нас проблема. У нас есть единственный противовес в виде саудитов в этом многолетнем противостоянии между сунитами и шиитами. Типа противостояние Хэтфилдов и Маккоев. И вот мы нагадили на них обоих, и вот вы такие, сидя за столом, «А что, всё правильно!» Ребята, извините, но я живу в реальном мире. Вы не можете отворачиваться от саудитов, делать воук-армию, уменьшать количество кораблей во флоте, снижать бюджет на рекрутов, сражаться в конфликте на Украине, сражаться в Китае, сражаться в Африке, сражаться в Европе. Вы не можете заниматься этим одновременно. Давайте защитим Польшу, давайте защитим НАТО, давайте защитим Сирию, давайте... Как? Когда мы в долгах на 30 триллионов и не можем защитить даже нашу чёртову границу на юге? Да. Пожалуйста, скажите мне, как это вообще может иметь смысл? Я не понимаю. И также снижение нашего производства газа, нефти и энергии. Да, Рэйчел, я написал об этом здесь. Вот, усиление России. Я делал заметки, слушая людей. Я даже не знал, на чём мне именно фокусироваться. Итак, Россия и страны с нефтью, являющиеся заклятыми врагами Соединённых Штатов, имеют то, чего у нас в Соединённых Штатах, у самих полно. И эти умники, которые хотят воевать по всему миру, при этом выйдя из Афганистана, такие типа... Нет-нет, пусть наша нефть останется в земле, пока мы даём разбогатеть России и другим нефтяным странам из ОПЕК, чтобы они могли воевать против нас. Кстати, кто сейчас радуется? Путин. Нет ничего, чего Путин и Си хотели бы больше, чем чтобы Соединённые Штаты влезли в Ближний Восток. Это то, чего они хотят, и на это есть две причины. Это займёт нашу армию, а также даст нефтяным странам набить свои карманы. Мы идём за рубеж, чтобы купить нефтехимию, которая у нас у самих есть. Это какое-то национальное самоубийство. И это просто немыслимо. Как Байден и демократы снизили нашу боеспособность, а воевать хотят так, будто они её повысили. И ещё раз, это какой-то фильм про Супермена. Как это вообще может иметь смысл? И при всём уважении к конгрессмену Уолтсу, я его уважаю, он из моего Штата и порядочный человек, но нам надо быть реалистами. Нужно фильтровать то, что ты говоришь. Знаете, он воевал. Ты, Пит, вы, ребята, служили. Я не был военным. Я и не веду себя как военный. Но именно по этой причине, так как мне приходится там об этом говорить, то я очень осторожен и аккуратен, когда обсуждаю на своём канале, за что чужим детям нужно идти и умирать. Вы правда хотите повоевать? Вы уверены? И ещё кое-что для тех, кто такой, типа, если мы не ответим... Да я знаю, мы будем выглядеть слабаками. Я понимаю, что... Правда? У нас самая мощная армия в мире. Мы как Брок Лесснер, который заходит в бар. Вы собираетесь драться с каждым мелким идиотом в баре, который, типа, косо посмотрел? Тебе не нужно... Зачем нам это вообще нужно? Мы Соединённые Штаты Америки. Если мы, не дай бог, захотим завтра уничтожить мир, то мы можем сделать это вот так. Не нужно давить каждого муравья. Это безумие. Вы написали книгу «Одарённые поражениям». Я думаю, вам надо отправить одну Джо Байдену. Да господи, я мог бы написать ещё одну про... Ведь суть книги — это учиться на ошибках. А проблема в том, что Джо Байден не учится, как и предупреждал нас Боб Гейтс, да и Барак Обама тоже. Субтитры подогнал «Симон»